Первое слово я представляю профессору Головановой, Елене Владимировне. Она нам ответит на вопрос, лечить нам или наблюдать просто статус печени. Пожалуйста, Елена Владимировна. Дорогие коллеги, уважаемый Елена Владимировна, добрый день, спасибо за предоставленное слово. Итак, статус печени у пожилых – лечить или наблюдать? В большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, статус – это начальная стадия неалкогольной жировой болезни печени, которая характеризуется избыточным накоплением жира в печени у лиц, не слоупотребляющих в чрезмерном количестве алкоголь. Жировая болезнь ассоциируется с инсулинорезистентностью и определяется инструментальными методами. Чаще всего в реальной клинической практике мы используем метод УЗИ. Статус является начальной стадией хронического заболевания, от которой, собственно говоря, и идет отсчет. Нет статуса, не будет впоследствии стата гепатита, фиброза и цирроза печени. В 2020 году международный коллектив экспертов зарубежных предложили новый термин, обозначающий данную патологию – метаболически ассоциированная жировая болезнь печени. Для того, чтобы подчеркнуть связь вот этого имеющегося статуса с метаболическим синдромом. Действительно, метаболический синдром – это чрезвычайно распространенная патология во всем мире, и в России, конечно, ситуация точно такая же. В среднем более 20% лиц от 30 до 70 лет имеют метаболический синдром. С возрастом заболеваемость метаболическим синдромом имеет тенденцию к росту. И вот та самая метаболически ассоциированная жировая болезнь печени, о которой мы сейчас будем говорить, является независимым фактором повышенного риска формирования сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смертности от этой патологии. И эксперты Всемирной организации здравоохранения ожидают в ближайшие 15 лет увеличение распространенности метаболическим синдромом глобальной на 50%, а значит и количество больных с метаболически ассоциированной жировой болезнью печени тоже увеличится. На самом деле сейчас в Российской Федерации неалкогольная жировая болезнь печени или метаболически ассоциированная занимает лидирующую позицию среди всех причин заболеваний печени. Распространенность на 2014 год составляет 37% и коррелирует с распространенностью ожирения. Вот на этом слайде вы видите по федеральным округам процент людей с ожирением. В 90% случаев у людей с ожирением имеется неалкогольная жировая болезнь печени, которая часто протекает бессимптомно. До 80% лиц с неалкогольной жировой болезнью печени – это пациенты со стаотозом. Что касается непосредственно стаотоза у пожилых, то хочется показать вам результаты российского исследования. Оно было проведено в Санкт-Петербурге. У 219 пожилых и старых больных с ишемической болезнью сердца методом УЗИ изучали состояние печени и выявили стаотоз в подавляющем большинстве случаев – более чем 86%. У мужчин достоверно чаще выявлялась жировая дегенерация печени, чем у женщин. А вот отличий по возрастным рамкам, то есть до 75 и старше 75, достоверных отличий выявлено не было. Это связали с тем, что, вероятно, по мере старения в печени происходит замещение жировых отложений фиброзными изменениями. Ну и данные зарубежных научных публикаций также подтверждают статистически достоверное учащение частоты стаотоза печени у пожилых больных с ишемической болезнью сердца. Каким же образом диагностировать метаболически ассоциированную жировую болезнь печени? Это тоже новые критерии 2020 года. Прежде всего, необходимо выявить наличие избытка жира в печени, то есть стаотоза. И в настоящее время скрининговым методом рекомендовано применять ультразвуковое исследование. При наличии стаотоза мы оцениваем другие показатели высокого риска метаболических нарушений. Они представлены на данном слайде. Это ожирение, это артериальная гипертензия, нарушение липидного углеводного обмена, инсулинорезистентность, повышение цирреактивного белка. И если есть стаотоз в сочетании с двумя и более показателями высокого риска метаболических нарушений, мы выставляем диагноз метаболически ассоциированная жировая болезнь печени. И в общем, мы видим, что эти критерии, они аналогичны критериям диагностики метаболического синдрома. И обратите внимание, нет указаний на то, что необходимо обязательно выявить наличие синдрома цитолиза. Стаотоз признан ключевым критерием метаболически ассоциированной или неалкогольной жировой болезни печени. Что касается метода УЗИ, и российские, и зарубежные эксперты сходятся во мнении, что это наиболее доступный неинвазивный метод, который обладает даже некоторыми преимуществами перед методом гистологического исследования, потому что позволяет оценить больший объем паренхимы. Более полную количественную оценку можно получить. А чувствительность и специфичность метода УЗИ аналогично таковым при использовании магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Ну а стоимость и доступность, конечно же, значительно выше у метода УЗИ. Необходимо сказать об актуальности проблемы метаболически ассоциированной или неалкогольной жировой болезни печени в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. В одном из исследований было показано, что риск стаотоза печени, по данным компьютерной томографии, у больных с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 был в 4,7 раза выше, чем в контрольной группе, у которой тест на COVID-19 был отрицательным. И здесь мы должны понимать, что жировой гепатоз может развиться и вследствие течения COVID-19. Каким образом может повредиться в этой ситуации печень? Несколько механизмов. Во-первых, прямое цитотоксическое действие вируса. Мы знаем, что те рецепторы, к которым вирус прикрепляется, используют их для того, чтобы проникнуть в организм, они экспрессированы не только в дыхательных путях, но и в желудочно-кишечном тракте. Они найдены и на гепатоцитах, и на клетках желчевыводящих протоков. Далее, цитокиновый шторм – это неуправляемое системное воспаление, которое повреждает и собственные ткани организма, в том числе и печень. И, наконец, лекарственное повреждение печени, потому что больные с COVID-19 вынуждены принимать большое количество лекарственных препаратов, и некоторые из них обладают гепатотоксичным действием. Вот, в частности, в метаанализе пяти исследований было показано, что среди больных, которые умерли от COVID-19, стеатоз печени был выявлен более чем в 55% случаев. И, конечно, здесь были и пациенты, у которых уже имелся стеатоз до COVID-19, но, вероятно, здесь имелись и пациенты, у которых стеатоз развился именно на фоне течения данного инфекционного заболевания. Имеется уже большое количество свидетельств того, что метаболически ассоциированная жировая болезнь печени – независимый фактор риска тяжелого течения COVID-19, а значит, и высокого риска неблагоприятного исхода этой патологии. Кроме метаболически ассоциированной жировой болезни печени, факторами риска неблагоприятного исхода являются ожирение, пожилой возраст, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. То есть все метаболические нарушения и в целом метаболический синдром, особенно у лиц пожилого возраста. У нас имеется несколько документов национальных, в которых регламентируется ведение данных пациентов в реальной клинической практике. И вот обращаю ваше внимание на национальный консенсус, Национальной медицинской ассоциации по изучению сочетанных заболеваний, в котором вы видите, что абсолютно все пациенты с любым заболеванием печени попадают в группу риска уязвимых для вируса COVID-19 и с риском негативного прогноза течения заболевания. И отдельной строкой здесь выделены пациенты с неалкогольной жировой болезнью печени. О чем это говорит? О том, что мы должны активно выявлять в настоящее время пожилых пациентов, у которых имеется уже статус печени, либо пациентов, у которых в настоящее время есть инфекция COVID-19, и вследствие этого печень повреждена, и активно лечить этих пациентов для снижения риска тяжелого течения COVID-19 и фатального исхода. На что мы ориентируемся в реальной клинической практике для начала проведения фармакотерапии? Обычно мы ориентируемся на наличие синдрома цитолиза и на его выраженность на фоне статоза. Но на самом деле мы с вами хорошо знаем множество исследований, в которых уровень АЛТ абсолютно не отражал интенсивность воспаления. И вот, в частности, перед вами исследование, в котором в течение двух лет отслеживали уровень АЛТ у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени без терапии. И мы видим, что только у 68% пациентов уровень АЛТ был постоянно повышен. У остальных он спонтанно снижался и повышался, либо спонтанно нормализовался и более не повышался, при том, что воспаление в печени у них все же присутствовало. Поэтому мы не можем ориентироваться на наличие синдрома цитолиза. Вот что касается непосредственно пожилых и старых людей, то есть старческого возраста, жировой дегенерации печени и ишемической болезнью сердца, то на эту тему имеются также результаты российского исследования, в котором показано, что активность аминотрансфераз не является абсолютным критерием воспаления в печени у этих пациентов. В частности, в подгруппе пожилых и старых пациентов со стаотозом печени и ишемической болезнью сердца даже была установлена средней силы обратная корреляционная связь между возрастом пациентов и уровнем трансаминаз. То есть чем больше возраст был, тем меньше активность трансаминаз. А еще в одном исследовании было показано наибольшее повышение активности биохимических показателей в ткани печени у пациентов со стаотозом печени в возрасте до 60 лет, чем в аналогичной группе больных в возрасте от 60 до 77 лет. Между тем, если мы будем игнорировать вот эту стадию стаотоза и не начинать пациентов на этой стадии лечить, то они подвергаются высокому риску, риску преждевременной смертности. Вот имеется исследование, в котором показано, что выраженный стаотоз, который выявлялся по данному УЗИ, повышал риск общей смертности в сравнении с пациентами, у которых отсутствовал стаотоз. Смертность, которая была связана с болезнями печени, была выше в 4 раза при выраженном стаотозе, чем у пациентов с маловыраженным стаотозом либо отсутствием стаотоза. А также в китайском исследовании было показано, что 4-летняя сердечно-сосудистая смертность в группе лиц со стаотозом превышала таковую в 3,2 раза, чем у пациентов без повреждения печени, то есть при отсутствии стаотоза. И таким образом накапливается все больше данных и мнение экспертов о том, что регресс стаотоза должен рассматриваться как конечная точка и цель терапии неалкогольной жировой болезни печени, потому что работая на уменьшение количества жира в печени, мы работаем на патогенетическом уровне, убирая вообще основу для дальнейшего повреждения печени, как воспаления, так и фиброза. В 2019 году в России была опубликована монография на данную тему по неалкогольной жировой болезни печени, и в этой монографии опубликован анализ накопленной доказательной базы в отношении фармакотерапии неалкогольной жировой болезни печени за многие годы с позиции доказательной медицины. И было показано, что в сравнении с другими препаратами только эссенциальные фосфолипиды подтвердили в пяти рандомизированных контролируемых исследованиях влияние положительное на состояние печени у больных с неалкогольной жировой болезнью печени, причем именно на стадии стеатоза. Каким образом воздействуют эссенциальные фосфолипиды в этой ситуации? Мы знаем, что наличие неалкогольной жировой болезни печени связано со снижением количества фосфатидилхолина-1, который приводит к следующими нарушениями в печени. Избыточному синтезу жирных кислот и триглицеридов, недостаточности окисления жирных кислот в митохондриях и дефектам секреции и эвакуации липопротеинов очень низкой плотности. Так вот, эссенциальные фосфолипиды в составе лекарственных препаратов убирают вот этот дефицит фосфатидилхолина-1, работая на генном уровне. То есть они либо стимулируют, либо блокируют гены, которые отвечают за обмен жиров, углеводов, и таким образом вообще предотвращают развитие жировой болезни печени, либо уменьшают ее проявления. Они ингибируют синтез триглицеридов в гепатоцитах, усиливают бета-окисление жирных кислот, нормализуют эвакуацию триглицеридов из печени. В пяти рандомизированных контролируемых исследованиях, в которых группой контроля была группа плацебо, либо группа с отсутствием специфического лечения, подтверждено положительное влияние эссенциальных фосфолипидов на стаатоз. В этих исследованиях применялся препарат эссенциальный ФорТН и наблюдался или полный регресс, или снижение стаатоза до легкой степени. Отслеживался уровень выраженности стаатоза такими методами, как УЗИ, гистология, компьютерная томография. В актуальных рекомендациях российских по лечению неалкогольной жировой болезни печени отмечено достоверное снижение выраженности стаатоза при применении эссенциальных фосфолипидов. То же самое отмечено и в обновленной инструкции к препарату эссенциале ФорТН. 2020 год ознаменовался тем, что опубликованы результаты метаанализа, который еще раз подтвердил уже с самым высоким уровнем доказательности, что эссенциальные фосфолипиды уменьшают выраженность стаатоза у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, с сахарным диабетом второго типа и ожирения. В Российской Федерации проведено наблюдательное многоцентровое исследование МНПР, в котором оценивались результаты терапии неалкогольной жировой болезни печени эссенциальными фосфолипидами, в частности эссенциале ФорТН, в течение 24 недель. И что оказалось, главный ультразвуковой критерий диагностики стаатозы, диффузная гиперохогенность, снизился через 3 месяца у 69% пациентов, через 6 месяцев более чем у 81%. По результатам данного исследования было опубликовано 3 статьи в зарубежном журнале. Еще одна статья от российских экспертов была опубликована в Advances in Therapy в 2020 году, и здесь российские эксперты разработали новый неинвазивный скрининговый метод оценки риска стаатоза печени, который назван индекс стаатоза или ST-индекс. Вы видите у себя на экране на слайде формулу для оценки этого индекса. Нужно знать только возраст, наличие и отсутствие сахарного диабета второго типа, соотношение талии к росту, и затем по прилагаемым таблицам с высокой чувствительностью и специфичностью мы определяем пациентов с высоким риском стаатоза. А если у пациента уже развился стаатогепатит? Конечно, не вызывает сомнений, что смертность, которая связана с патологией печени, у пациентов со стаатогепатитом будет достоверно выше, чем у пациентов с простым стаатозом, и перед вами исследование, которое это подтверждает. В такой ситуации лучше начать с применения внутривенной формы эссенциальных косфолипидов, эссенциалий Н, есть у нас такой препарат, который применяется внутривенно, разводится кровью пациента либо раствором глюкозы 5 или 10%. Доза может быть разная в зависимости от степени выраженности изменений от 5 до 20 мл. И в китайских исследованиях последних лет было показано, что при применении внутривенной формы эссенциальных косфолипидов примерно за 30 дней лечения отмечается очень быстрое снижение уровней трансаминаз, а также общего холестерина, 3 глицеридов. И посмотрите, еще и стаатоза по УЗИ – достоверное уменьшение в двух случаях. Таким образом, если мы с вами будем применять двухэтапную терапию эссенциальными фосфолипидами у больных с уже имеющимся стаатогепатитом, то мы можем очень быстро, буквально в течение месяца, внутривенным введением нормализовать ферменты, а значит убрать ярко выраженное воспаление, а затем продолжить лечение уже в капсульной форме перорально не менее трех месяцев, может быть и шесть месяцев, это индивидуально. И таким образом мы сможем уменьшить количество жира в печени, а у кого-то жир в печени полностью регрессирует, и таким образом будет полностью отсутствовать основа для последующего развития стаатогепатита либо рецидива вот этого вот выраженного воспаления. В 2021 году опубликованы обновленные рекомендации по неалкогольной жировой болезни печени от двух сообществ Российское научно-медицинское общество терапевтов и научное общество гастроэнтерологов России, где, во-первых, предложено использовать наш отечественный российский СТ-индекс для скрининга жирового гепатозы, конечно, уже у пожилых, это очень актуально, УЗИ для активной диагностики жирового гепатоза, а также к базисной терапии на фоне снижения веса и физической активности рекомендуется с высоким уровнем доказательности добавлять эссенциальные фосфолипиды. Также в этих рекомендациях отмечено, что если у пациента с неалкогольной жировой болезнью печени имеются патологии желчевыводящих путей, то рекомендовано применение флавоноида цинарина в составе экстракта из листьев артишока. Необходимо отметить, что экстракт артишока, это известный нам препарат хофитол, он воздействует на несколько мишеней, терапевтический его эффект обусловленный действием его множественных компонентов. В частности, цинарин и цинарапикрин нормализуют отток желчи, снижают литогенные желчи, биофлавоноиды снижают выраженность воспаления, оказывая антиоксидантные действия, здесь мы будем иметь косвенные гепатопротективные действия, а также в составе имеется пребиотик инулин, который нормализует состояние микрофлоры кишечника. Основное действие экстракта артишока – это коррекция моторной функции желчевыводящих путей и желчегонное действие. В исследованиях показано, что этот препарат уменьшает объем желчного пузыря в 3 раза, на 44% сокращает время закрытого сфинктера ОДИ, всего лишь через час после его приема увеличивается объем желчи в 12-перстной кишке на 152%, и это достоверно отличается положительным образом от группы плацебо. Препарат рекомендован также при дисфункции желчного пузыря и сфинктера ОДИ Российской гастроэнтерологической ассоциации. Таким образом, в заключении своего выступления хочу еще рассказать, что в настоящее время для лечения неалкогольной или метаболически ассоциированной жировой болезни печени у пожилых, которые чаще страдают этой патологией, препаратом выбора, независимо от стадии, являются эссенциальные фосфолипиды, в частности в составе эссенциальной ФОРТН, который и, собственно, показал эти эффекты в исследованиях, о которых я рассказала. На фоне применения прямо на стадии стаатоза печени нормализуются показатели липидного спектра крови, снижается выраженность стаатоза в печени, а значит, снижается риск развития стаатогепатита, снижаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, а значит, мы увеличиваем продолжительность жизни, это наша самая главная задача при лечении любой патологии. И эссенциальные фосфолипиды рекомендуются всеми профильными медицинскими профессиональными сообществами России. Спасибо за внимание.